Мальчики и девочки Но все может измениться из-за нового закона о равенстве На недавних слушаниях в Сенате один человек рассказал о том, чем этот закон обернется для женщин и девушек Для некоторых девушек спортивная карьера — единственный в жизни шанс проявить себя Но сторонники законопроекта не думают об этом Они думают о прогрессивных группах, которые назовут вас трансфобом или гомофобом, если вы не делаете так, как они говорят Бросая женщин на произвол судьбы Если вы забираете у них свободу, не думайте, что вы одержали победу в борьбе за гражданские права Во имя равенства вы сделали жизнь американских женщин гораздо менее безопасной и гораздо менее справедливой Это Эбигейл Шрайер, автор книги «Непоправимый урон» Сейчас она с нами на связи Эбигейл, спасибо, что присоединились После того, что вы сделали, вы в буквальном смысле превратились в мишень Возможно, вся ваша жизнь теперь изменится Почему вы высказались публично? У меня есть дочь, и я хочу растить ее в Америке Безопасной и справедливой для женщин и девушек Трудно представить себе более вескую причину Не могли бы вы резюмировать для тех, кто не видел ваше удивительное выступление, что вы сказали в Конгрессе? Я сказала, что, по словам демократов, законопроект расширяет права трансгендеров и геев при трудоустройстве и в жилищном вопросе И это замечательно, и я бы поддержала его, если бы дело только этим и ограничивалось Но на самом деле они скрыто внедряют радикальную гендерную идеологию Согласно которой, лицо мужского пола в любой момент, по любой причине, может объявить себя женщиной И на законных основаниях получить доступ к личному пространству женщин Соревноваться с ними в спорте, пользоваться возможностями женщин в образовании и так далее Разница между мужчинами и женщинами признавалась всеми с начала времен Поэтому мы отделяем женщин, в том числе в некотором смысле, и для их безопасности, если быть честными Но это также основа нашей цивилизации, не так ли? Если отказаться от этого, как осмыслить последствия такого отказа? Пожалуй, спрошу так Все правильно, мы уже видим изнасилование в женских тюрьмах, где беспринципные мужчины объявляют себя женщинами Не забывайте, это все, что им нужно сделать, менять ничего не нужно Их переводят в женские тюрьмы, некоторые из них насильники, и они могут навредить женщинам Они уже это делают, и мы можем ожидать, что такие мужчины продолжат свое дело И речь здесь идет совсем не о трансгендерах, а просто о самоопределении Они занимают настолько радикальную позицию В будущем мы будем спрашивать себя, как мы позволили этому случиться Как по-вашему, почему эта администрация, которая могла заняться любой другой проблемой, начинает именно с этого? Знаете, это действительно жесткая леворадикальная гендерная идеология Я думаю, за этим кроется изредная доля женоненавистничества Это очень похоже на критическую теорию расы Та, что исключает белых людей из любого диалога Гендерная идеология не позволяет женщинам высказываться Если они чувствуют опасность, или если им угрожают Или если они чувствуют несправедливость Потому что их заставляют конкурировать с лицами мужского пола Как вы... Я думал об этом много раз Как вы сейчас живете? Я никогда не встречал более радикально и агрессивно настроенных людей, чем сторонники этой идеи Я никогда не видел ничего подобного Как вы живете после вашего заявления? Конечно, я получаю достаточную порцию ненависти Дело в том, что я думаю, что я права И я верю, большинство американцев знают, что я права И я просто отстаиваю интересы женщин и девушек Но сегодня это верный путь вызвать огромную волну ненависти Очень волнительно и вдохновляюще видеть, как кто-то твердо стоит за интересы своей дочери Сейчас это редкость Я благодарен вам за это, Эбигел Шрайер Спасибо Спасибо вам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok